Для участия в практическом семинаре в рамках проекта «Территория культуры Росатома» многим участникам пришлось проехать не одну тысячу километров. Цель – поделиться своими навыками и наработками с коллегами из других городов в присутствии госкорпорации. Учреждения культуры должны становиться интересными, современными, модными, креативными пространствами, пространствами для общественной жизни горожан. Обсуждая новые подходы к развитию культурной отрасли Росатома, участники семинара особенно подчеркивали, что сотрудники библиотек, театров, кинозалов и досуговых центров должны научиться быть не просто профессионалами в своем деле, но и уметь правильно подавать свои услуги. Сделать их яркими и неповторимыми, научиться создавать такие социальные проекты, в которые инвесторы хотели бы вкладывать свои средства. Когда мы будем писать проекты правильно, так как требует грантодатель, когда мы будем предлагать интересные, креативные, нестандартные идеи, вот мне кажется, два этих условия мы сложим, да, мы, вот мы, учреждения культуры, мы станем интересны для тех же грантодателей, мы сможем наладить этот, вот, собственно, дополнительный поток вне бюджетных средств. Своим опытом по работе с грантами и некоммерческими организациями поделились жители Зеленогорска. В 2015 году в своем городе они запустили в работу ресурсные центры. Их задача – помочь общественным организациям всех типов и направленности развиваться, становиться лучше, а по возможности создавать социальные проекты, которые бы могли претендовать на грантовую помощь. Один из последних проектов, который у нас общественники выиграли – это альтернативная музыкальная школа. Поскольку во всех культурных учреждениях есть определенные требования для того, чтобы человек занимался, у него он должен обладать определенными данными. А здесь каждый человек, у которого просто есть желание, может, используя эту альтернативную школу, попытаться поиграть на каких-то инструментах, научиться вокалу. Как результат, количество музыкальных групп в городе с населением около 65 тысяч человек за год выросло с 3 до 12. Как пояснил Илья Корчушкин, совместная работа, НКО и учреждение культуры всех типов дает новый толчок к развитию и выводит на новый уровень творческие коллективы и общественные организации. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов.